Здравствуйте! В эфире программа «Жизнь и дорога» и я ее ведущий Валерий Седов. Сегодня мы пообщаемся с Владимиром Ивановичем Конкиным, ветераном Госавтоинспекции. Здравствуйте! Владимир Иванович, есть у нас такое движение, движение ветеранов. Что это такое, чем оно занимается, кто в нем состоит? Владимир Иванович, я проработал в милиции с 1962 года по 1989 год. Это около 27-20 лет. И в 1989 году я вышел на пенсию. В то время, когда я работал в милиции, за эти мои годы, в милиции никакого ветеранского движения не было. Ничего не было. Понятия об этом никакого никто не имел. И вот только в 1991 году, когда, значит, в 1991 году появилось первое, значит, так сказать, был у нас заместитель министра внутренних дел Шумилин. И вот он с делегацией приехал в Рязань в 1991 году, где-то это было весной 1991 года. И они провели, так сказать, собрание с личным составом и ветеранами органов внутренних дел по поводу создания ветеранских организаций в нашей области. И вот с этого времени, с 1991 года, мы исчисляем, значит, начало возникновения ветеранской организации в органах внутренних дел, в МВД. Во-первых, была создана областная ветеранская организация. Во главе ее стал Лапушкин Василий Ильич, полковник внутренней службы. Он работал на различных должностях в управлении внутренних дел. В том числе начальником уголовного розыска был, начальником пятого отдела. Пятый отдел занимался там этими самыми вот заключенными. Ну и у него другие были должности. И он сам по себе был очень и очень такой общительный, доброжелательный человек. Он как раз именно подходил для работы вот с коллективом ветеранов. И он успешно проработал более 20 лет на этой должности. Он был очень, значит, таким, значит, старался, чтобы каждая ветеранская организация, она проявляла инициативу, значит, какие-то там добрые дела делала с ветеранами, с действующими сотрудниками, как-то за такой воспитательной работой занималась. Он старался во все вникать и везде вот эти вопросы поднимал и, значит, доцеливал наших вот ветеранов районных всех на эту работу. Ну, в том числе и я, значит, я в 91-м году, значит, когда это была создана организация в управлении, в управлении, тогда еще был отдел ГИБДД, отдел ГАИ. А ГИБДД еще не было названия, ГИБДД потом назвал его Ельцин, при Ельцине ГИБДД появилась. ГАИ тогда было ГАИ, отдел ГАИ. Вот. И у нас в ГАИ представитель ветеранской организации стал Еропкин Василий Федорович, бывший начальник ГАИ. Он тоже такой же, как Лапушкин, они вместе работали, они такие же точно, и он такой же вот тоже был въедливый и старался очень сильно работать. Он вот у нас, кстати, сделал такое дежурство, создал ветеранов в нашем совете. У нас была, вот сейчас у нас большая комната, раньше у нас была маленькая комната, здесь вот на втором этаже. Он требовал, чтобы дежурный обязательно приходил до дежурства, чтобы он тут, значит, личный состав посещал, подразделение посещал, с ними там беседы проводил. Но он в 2006 году, значит, у него плод здоровья, где особенно хорошее, в 2006 году в январе месяце его схоронили. И в феврале месяце было собрано собрание, и на этом собрании представителем ветеранской организации ГАИ, ГАИ УВД был избран я, меня избрали. И вот с 2006 года я постоянно, вот при нем, при Еропкине, я был у него заместителем, он меня заместителем сделал, я у него был замом, помогал ему там, он мне разные поручения давал, я все выполнял. Ну, он доволен был, что я всем помогал ему. А вот уже как он ушел, с 2006 года я стал председателем. Все его такие заложенные традиции Еропкина, которые он тогда заложил, мы все их продолжили и стали также работать в этой ветеранской организации. Но за эти годы, конечно, многое, так сказать, уже время прошло, многое утекло, многое изменилось. Но самое главное, что мы каждый год собирали ветеранские собрания. Вот на эти наши ветеранские собрания мы старались, так сказать, оповещали всех ветеранов городских здесь. У меня два списка. Один список у меня ветераны города Рязани, второй список у меня ветераны области Рязанской. Вот в каждом райотделе милиции, сельском, там где-то в сельском или городском, Скопин, там Ряжск, Сасово, там эти города, в каждом этом районе есть отдел милиции, и там было отделение ГАИ. И эти отделения ГАИ, они там тоже ветераны становились, многие, кто много проработал. И вот у меня список ветеранов сельской зоны и городской зоны. Два списка. Мы собирали собрания ветеранов городских. Собрания у нас были многочисленные, активные. Вот ветераны активность проявляли, выступали на собрании. Они эти собрания очень нравились. Лапушкин Васильевич, он сам приходил к нам на собрания, постоянно так старался. Говорит, я к вам люблю ходить на собрания. У вас это так проходит очень хорошо, значит, многолюдно и, значит, так сказать, активно, выступающих много, про дело говорят, по делу говорят. Он очень любил на наше собрание приходить, Васильевич Лапушкин. Вот. Из-за только вот пандемии, у нас последний раз было в 19-м году собрание, у меня вот тут вот, я после каждого собрания я делаю вот такие газеты, стенгазеты, с фотографией обязательно. В 19-м, а потом, в 20-й, 21-й год из-за этой пандемии мы не проводили. И в 22-м тоже. Вот три года оно, по сути дела, невозможно было провести. В этом году, в 23-м, 3-го марта мы провели тоже ветеранское собрание. На нем присутствовал у нас сейчас новый заместитель областной ветеранской организации. Правда, оно сейчас по новому уставу называется «Общественная организация ветеранов». Вот так ее именуют сейчас. Вот, значит, Матвиенко Валерий Григорьевич, он был на нашем собрании здесь 3-го марта. Ну, правда, значит, немножко, конечно, люди как-то опасаются, что-то пришло не особенно много на собрание. Но все же достаточно был, кворум достаточный. На этом собрании опять вновь переизбрали меня председателем. И мы продолжили работу. Вот самое главное, что я считаю в нашей работе ветеранской, это вот к людям относиться по-хорошему, к людям относиться с добром и помнить о них обязательно. А вот вы же встречаетесь с молодыми сотрудниками, у вас очень много встреч таких. А вот о чем говорите с ними, что им рассказывать? То есть, понятное дело, служба изменилась, изменилась техника, изменилось все. А вот что вы им рассказываете, вот, может быть, какой-то опыт передаете? Что ветераны рассказывают молодым людям? Ну, опыт, в смысле, да. Вот, например, вот вчера я в батальоне. Я просил, кроме того, что я говорил о доброжелательности, тактически и вежливости к участникам дорождая, я говорил еще и о бдительности. Вы должны быть бдительными при несении службы и предугадывать, предусматривать поведение у участника дорожного движения, с кем вы разговариваете. Конечно, они тоже занимаются. У них специальные проходят занятия, специальные по служебной подготовке. Они, у них проходят стрельбы, у них проходят эти вот, значит, так сказать, физические упражнения по физическим вопросам, по всем. И они, да, я думаю, что они молодые товарищи, многие, которые проработали там порядка десяти лет, они уже полностью готовы к несении службы, но все равно им, значит, так сказать, наш, так сказать, опыт, вот нашей работы, когда мы работали, он бы им даже и пригодился. Вот у нас, например, мы помним таких инспекторов, в своем даже, в дивизионе, я помню таких инспекторов, которые, вот, он обладал очень таким острым нюхом, мимо которого малейшее подозрение, он сразу учует, ну, а есть такие, которые совсем ничего не чуют, вот, значит, надо у себя такой этот нюх вырабатывать его, что ли, да, значит, и самому, конечно, ни в коем случае не быть связанным с этими вот, с напитками алкогольными, когда ты работаешь на такой должности, как инспектор дорожной патрульной службы, обязательно. У нас всего только несколько дней назад прошло, значит, торжественное празднество, посвященное дню образования госавтоинспекции. 3 июля у нас считается день образования госавтоинспекции, в этом году было 87 лет со дня образования госавтоинспекции. И, кроме этого, в субботу 1 июля был организован, опять с помощью Рабанова, Сергея Анатольевича и других вот его помощников, его заместителей, был организован парад ретроавтомобилей и мотоциклов в нашем городе. Вот такой парад, он проводится только в нашем городе, ни в одном городе нашей России его нет. Вот там пытаются Подмосковье, у нас, кстати, Подмосковье, начальником ГАИ Подмосковной области, Подмосковья, работает наш бывший начальник Шацкого отделения ГАИ Кузнецов Виктор Владимирович. Вот он сейчас генерал полиции, начальник ГАИ Московской области. Вот он там тоже пытается, вроде того, как по-нашему, но он замрязанский, и поэтому он знает, что у нас это проводится, он думает у себя там в области провести такое. И вот от него, из области, есть вот эти вот водители, которые любители этой ретро-техники. Они эту технику содержат, они ее, во-первых, обязательно в гараже, чтобы она не была под открытым воздухом. Они берегут ее, эту технику, и лелеют. И вот они на ней приезжают, я вот с ними разговаривал, я говорю, слушай, но ведь надо же и налог заплатить транспортный за него. Плачу, говорит. Надо, говорит, я говорю, надо страховка, САГО надо. Плачу, а как же, говорит, у меня все есть, меня на посту остановят, я все предъявляю, пожалуйста, у меня все есть. На эту ретро-технику, которую он использует всего только, может, раз в два в год, в течение года. Ну и граждане нашего города очень внимательно к этому параду отнеслись. Мы, значит, их было порядка 20 автомобилей различных марок, Жигули, Волги, был даже один ретро-автомобиль, значит, 35-го года выпуска. Его привезли на эвакуаторе из Москвы, а здесь он сам ездил по этим, по нашим улицам города он ездил. Вот, разделились на две группы, 10 автомобилей и мотоциклов, 5 мотоциклов, поехали на пост Солочинский, а мы поехали, вот я, в частности, тоже участие принимал в этом параде. И я, значит, ездил на Дягилевский пост. После этого мы там с поста Дягилевского на улицу Коняева заехали, цветочки положили около доски. Потом был организован концерт на площади Атральной, там концерт с силами нашего, у нас в управлении есть такой отдел, отдел культуры в нашем управлении, он этот центр, и он этот отдел организовал концерт, там песни пели и плясали и все прочее. А потом в Оксской жемчужине тоже мы там присутствовали, там очень много отдыхающих, и все очень внимательно наблюдали за этой ретро-техникой. Очень полезно. Ну, а 3 июля было торжественное собрание у нас в нашем зале большом, вот здесь у МРЭ у нас большой зал. И нас пришли поздравить в этом году настолько необычно, это впервые за все время, покуда вот я сколько лет уже эти праздники встречаю, впервые пришел нас поздравить губердатор Рязанской области, Малков Павел Викторович. Впервые, и с ним вместе пришел мэр города, вот, и зам председателя областной думы, Макариков. Вот, они нас все поздравили, вручили подарки таким самым лучшим инспекторам, и очень-очень торжественно все прошло это мероприятие. Но меня поразило, что губернатор был у нас, это знак очень большой, я очень этим доволен, что у нас был губернатор и поздравил наш личный состав с праздником образования госавтоинспекции. Владимир Иванович, спасибо вам большое за беседу, за рассказ. А это была программа «Жизнь и дорога». Не переключайтесь, дальше будет еще интереснее. «Жизнь и дорога»